Сколько раз приходилось слышать такое возражение, что, мол, мы, верующие, говорим недоступным для неверующих языком. Кстати, на днях нами было получено письмо из Советского Союза. Письмо длинное, интересное, шесть страниц. Много в нем было полезного и чувствовалась искренность. Приведу только несколько строк, где автор касается библейского языка. Пишет эта женщина так. Я не сомневаюсь, что вы и помогающие вам друзья люди искренние и верующие. Но вам, вероятно, трудно понять, что с нами, выросшими в атеистическом воспитании, невозможно говорить языком Библии. Если речь тут идет о русском переводе Библии, то мы не можем согласиться с этим возражением. Русский перевод полной Библии, то есть Ветхого и Нового Завета, был закончен и напечатан в 1896 году. Так что мы имеем прекрасную русскую Библию, которая написана хорошим русским языком, понятным для современного человека. Поэтому, что касается языка, то наша русская Библия полностью доступна каждому говорящему по-русски. Возможно, что автор этого письма имеет нечто другое в виду, а именно, что само содержание Библии, смысл ее непонятен для воспитанных в атеистическом духе. Если так, то с этим я согласен. Притом, я добавлю, что вовсе не нужно атеистического воспитания, чтобы не понимать Библию. Люди, воспитанные в религиозном духе, и то не понимают истины этой книги. Почему? Почему человеческий ум не в состоянии воспринять истину Библии? Видите, дело в том, что Библия не является только хорошим литературным произведением, она является откровением божественной истины. В этом она отличается от всех других книг. Хотя писали ее человеки, но писали они ее, будучи движимы Духом Святым. Иначе говоря, эта книга является словом самого Бога. Библия поэтому в полном смысле божественная книга. Но в то же время она и человеческая, так как она написана человеческим языком. Писание является божественным, потому что оно богодухновенно, и потому непогрешимо, и вполне авторитетно. А человеческим, потому что оно вполне доступно пониманию и написано на человеческом языке. Библия, что смущает человека и является для него преткновением, это богодухновенность этой книги. Поэтому открыть ее божественное, следовательно, и истинное значение может только ее автор, то есть Дух Святой. Вот почему, дорогие мои, мы эту книгу никогда не поймем без содействия ее автора. И вот по сравнению со многими другими местами Священного Писания, мой сегодняшний текст может показаться особенно недоступным пониманию. Это слова, сказанные нашим Господом Иисусом Христом. Я читаю из шестой главы Евангелия от Иоанна, с 53 стиха по 55. Стихи эти звучат так. Слушайте. До этого Христос говорил им о хлебе, что он хлеб жизни. Но в 51 стихе он добавляет новую мысль. Он говорит, что хлеб, который он даст, является его плотью. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Когда он добавил, что хлеб, который он даст, есть плоть его, то это до того потрясло его слушателей, что они возмутились. И, возмутившись, вспыхнули и начали открытую, озлобленную распрю. Еще до этого, когда Христос говорил им о том, что он хлеб, шедший с небес, не говоря еще о своей плоти, то сказано, что они возроптали на него. Это значит, в полголоса бормотали между собой, выражая свое негодование на Иисуса. Теперь же, когда он говорит им, что хлеб этот плоть его, и что тот, кто не будет есть его, не будет иметь жизни в себе, то они уже не в полголоса выражают свое недовольствие им, но во всеуслышание начинают ссориться между собой. Так мы читаем в следующем стихе. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Греческое слово «макомай», которое переведено на русский словом «спорить», имеет еще более сильное значение. Корень этого слова «макейра», что значит «меч». Враждуя между собой, они кидали словесные мечи в друг друга. Оказывается, что они не могли согласиться между собой, и потому началась между ними словесная разня. В другом месте, то есть в седьмой главе книги Деяния, в двадцать шестом стихе, это же слово «макомай» переведено на русский словом «дрались». До того ошеломили слова Христа этих иудеев, что они открыто поссорились между собою. По всей вероятности, некоторые думали, что, наверное, должно быть какое-нибудь объяснение этим странным словам, а другие поняли их дословно, то есть буквально, и не в состоянии найти общего языка, они подрались. Но что следовало им сделать в данном случае? Просто прийти к Иисусу и спросить. Но они этого не сделали. И Христос, вместо того, чтобы объяснить им, повторяет сказанное. Но на этот раз эти слова оказались еще труднее. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Нет, люди эти, с которыми Христос беседовал, не были какие-то атеисты. Это были религиозные люди, и при том среди них были и их богословы. Но, увы, это были богословы без богожизни. Поэтому-то они и возмутились, услышав эти слова. Но почему же Христос, видя их смущение, не объяснил им, что Он им хотел сказать, а еще добавил к тому более непонятные? Нет, Христос в ответ на их ссору не сглаживает или разбавляет свое учение, чтобы оно стало более приемлемо им, а делает как раз наоборот. Но почему? Во-первых, осложнением вместо разбавления сказанного им, Он пытается возбудить в них сильнее желание прийти к Нему и просто сказать, «Господи, это воистину странные и непонятные слова, скажи нам их значение». Ведь в них должна скрываться какая-то недопустимая для нашего ума истина. «Господи, открой нам значение их». Кому нам идти? Ведь Ты имеешь глаголы вечной жизни. Но, увы, они не поняли этот призыв. Вместо этого они пытались своим умом постигнуть их значение и в результате, поссорившись между собою, отошли от Иисуса Христа. Я вижу, что тут и для нас, уже познавших Господа, есть полезный урок. С печалью в сердце нужно сказать, сколько есть разногласий между верующими, членами тела Христова. Правда, у нас есть и будут разные понятия по некоторым вопросам. Но, дорогие мои, есть ли в основных истинах у нас единомыслие, так как мы уверовали и приняли, как нашего Спасителя и Искупителя того же Христа, то почему же не можем принести эти вопросы, которые нас разделяют, к Нему, к нашему Господу? И если так честно, справедливо вникнуть, то насколько мелочны эти спорные вопросы по сравнению с теми многими великими и основными истинами Слова Божия, на которых мы вместе стоим в полном согласии? Правда, мы можем не считать их мелочными, Но ради мира и ради братолюбия не лучше ли принести совместно эти вопросы Господу в молитве, чем спорить о них между собою? Сколько проблем было бы разрешено таким образом? Нужно только просить у Господа смирения. Слушайте, как говорит апостол Яков, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от возделения ваших, воюющих в членах ваших?» Это он пишет верующим. «Желаете и не имеете, убиваете. О, сколько духовно и морально убитых есть людей по причине наших распри и вражды. И завидуете, и не можете достигнуть. Пропираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Видите, где проблема? Они спорили, дрались между собою, но не просили Господа разрешить их несогласие. Но оказывается, что некоторые как будто молились. Слушайте, что дальше Яков говорит, «Да, просите, но не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для своих возделений». Увы, можно и так молиться, дорогие друзья. Но на такую молитву Бог не ответит, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Если я прихожу к Господу с уверенностью, что я прав, и прошу только Его одобрения, то это не смирение. От глупых же состязаний и споров, говорит Слово Божие, удаляйся, ибо они суетны. И сколько, дорогие мои, состязаний и споров просто глупые и поэтому совсем ненужные». Но Христос добавил эти слова о Своей плоти и крови, и по той причине, что Он хотел передать им полную истину. Да, возлюбленная, полная истина всегда влечет за собой врагов. Она всегда возбуждает оппозицию. И особенно эта истина, которую Христос тут излагает. Что значит «есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его»? Но ясно, что эти слова не были сказаны, чтобы их поняли буквально. Никто из слушающих Христа не мог бы принять эти слова дословно по той причине, что это противоречило бы остальному, что Христос сказал. Например, может ли съедание физического, материального дать жизнь духовную, вечную? Конечно, нет. Значит, сказанное Христом имело иносказательное значение. Поэтому должно быть, что в этих словах скрывается какая-то особая важная истина. Для этого Он их и сказал, чтобы дать Своим слушателям такой толчок, чтобы они обратились к Нему. Чем сложнее вопрос, тем больше причины прийти к Иисусу, ибо Он один имеет ответ на все тревожащие человека вопросы. Помните, как Иоанн Креститель прибег к такому же иносказательному методу? Указывая на Христа, он говорил, «Вот Агнец Божий». Ясно, что нельзя было понять слова «Агнец» буквально. Подумайте, какая чудная истина скрывается в этом выражении «Агнец». Это говорит о искуплении. Точно так же, как жертвовали ангца в Ветхом Завете за грехи израильтянина, так Христос должен был быть пожертвован за грехи всего мира. Умирая на кресте, Христос сделался ангцем Божиим за умилостивление грехов наших. Да, какая чудная истина скрывалась в названии Христа, данного Иоанном Крестителем «Агнец Божий», который берет на себя грех мира. Этот же метод Христос употребляет, говоря о своей плоти и крови, и о необходимости есть плоть Его и пить кровь Его. Он этим указывает на свое воплощение и сметь, кровь, изливаемая из-за нас. «А есть плоть и пить кровь Его» говорит о личном принятии Его заместительной смерти. Только поскольку мы лично принимаем Его, распятого и воскрешего Христа, можем мы иметь жизнь в нас, вечную Божию жизнь. Невозможно одной иллюстрации или одним примером передать целый ряд мыслей. Например, Христос сказал, что Он есть хлеб жизни. Но вот для того, чтобы подчеркнуть истину, что жизнь вечную Он мог дать нам только сметью, Господь добавляет дальше, что хлеб этот есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тут Он говорит о необходимости Своего воплощения, что Он должен умереть, пролить Свою святую кровь, чтобы искупить род человеческий. «Есть Его плоть и пить Его кровь – значит принять Его заместительную смерть, Его искупительную жертву, как единственное средство для получения жизни вечной. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Вот это истина. Необходимость смерти, то есть заместительной смерти Сына Божия, была для слушателей нашего Господа камнем преткновения. Некоторые сказали, какие странные слова, кто может это слушать? Дорогие мои, оно и до сего дня так. Слово о кресте, говорит апостол Павел, для погибающих юродство есть. Почему смерть Иисуса Христа, Его голговская жертва, является безумием для человека? По той простой причине, что она говорит нам, что мы грешники, что в нас нет ничего доброго, что от темени головы до подошвы ног наших мы испорчены грехом. Нет праведного ни одного, так говорит Слово Божие. Поэтому Христос и должен был воплотиться и, не знавший греха, сделаться для нас жертвой за грех, чтобы привести нас к Богу. Принять Его заместительную жертву, и значит, есть плоть Христову и пить кровь Его. Его святое тело было отдано ради нас, и Его предчистая кровь была пролита для искупления нашего. Когда мы приходим к Нему с верой, принимая Его драгоценную кровь, как жертву за наш грех, тогда мы едим Его тело и пьем Его кровь. То самое драгоценное тело и святая кровь будут нашей пищей и питьем во все дни наши, и когда мы, наконец, придем домой в наши небесные обители. И там мы будем вечно заняты Им. Ангцем, закланным до создания мира. Слава и благодарение Ему! Иисусу Христу, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и обмывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь! Мой дорогой друг, если ты один из тех, которому непонятны эти слова, они кажутся странными и непостижимыми тебе, то обратись сейчас с простой детской верой к Иисусу Христу и скажи, «Господи, я прихожу к тебе таковым, как я есть. Ты сам сказал, приходящего ко мне не изгоню вон». Мой друг, когда ты так придешь к Нему, то Он примет тебя и откроет твое сердце, и тебе ясно будет, что и ты грешник, и ты должен родиться свыше, то есть совсем заново. И когда ты исповедуешь свой грех, то Он, будучи верен и праведен, простит грех твой и в тот самый момент совершит над тобою это великое чудо рождения свыше. Если ты еще не пришел ко Христу, то сделай это сейчас без замедления.